Всем привет, мои хорошие! Сегодня хочу поделиться с вами своими покупками с детского мира. Это будет детское питание. Большая закупка, просто огромнейшая закупка детского питания. Это будет, конечно, повторяться, что я брала ранее, что-то будет новое. Поэтому я все-таки решила его выложить это видео, поговорить с вами. Возможно, вы что-то порекомендуете свое, может что-то берете деткам. Какие-то любимые свои фирмы. Мы пользуемся только, покупаем фрута няни, бабушкина лукошка и акуша. Пока вот на трех этих фирмах. В каждой фирме есть свои плюсы и минусы. Например, вот если взять фрута няни, это самая первая наша фирма, с которой мы начали питаться, покупать продукты и питание детские. Почему фрута няни? Потому что, наверное, она как-то больше разрекламирована, конечно. Потому что люди смотрят, если рекламируют товар, значит он популярен, значит он вкусный. И хотя, знаете, реклама это тоже может быть такое, что его рекламируют, но на самом деле это какая-то фигня. Но покупая фрута няню, я не столкнулась с какой-то, так сказать, фигнёй. Мне всё понравилось. Всё, что пишут в составе, мне понравилось. Ну, кроме каких-то там продуктов. Сейчас хочу сказать о пюре, об овощных пюрешках. В пюрешках там получается у нас в составе, если кабачок, то чистый кабачок идёт. Если капуста, то капуста. Как бы меня это радует, меня удовлетворяет количество баночки, если оно там идёт 80 грамм. Ну, в принципе, это нормально. Если я беру, допустим, 80 грамм овощного пюре, 80 грамм мясного, и можно добавить ещё немножко картофеля. Отварить картофель и добавить, всё это вместе перемешать, и будет полноценный хороший вкусный обед. Также можно добавить сухариков, но чтобы порция малыша, ему сейчас 9 месяцев, не превышала 200 грамм. 200 грамм это самая нормальная порция для малыша, 190-200. Да, это большой плюс. Также у них есть фруктовое пюре. Фруктовое пюре тоже очень хорошее. По составу пишут, вроде как, всё качественно, всё натурально, без всяких лишних добавок. Грамм идёт там 100, баночка фруктовая 100 грамм. Это тоже, что очень удобно, это хороший перекус. Это фруктовое, это сладенькое, малышу это нравится. Ну и, конечно, оно побольше баночка, да. Это очень хорошо. Также очень хорошо, большой плюс, то, что у них есть салатики. Салатики и сладких овощей. Она идёт 100 грамм. Там получается кукуруза, морковка и тыква. Тоже хорошо для перекуса. В принципе, он сладкий, с мясом не особо там намешаешь. А вот, например, просто дать перекус, как бы малышу, да, вполне очень даже хорошо. Почему бы и нет. Потом я у них видела кабачок. Кабачок брокколи тоже идёт в большой баночке. Могу ошибаться, но, по-моему, с брокколи он шёл. Кабачок брокколи, мы такой не покупали. Ну, вот тоже идёт в большой баночке 100 грамм. Почему не покупали, если честно, даже не могу, наверное, вам сказать. Потому что я, наверное... Хотя, знаете, в принципе, можно, наверное, было купить. Потому что я же всё равно смешиваю мясо и овощи. В принципе, можно. Ну, как-то вот привыкла, что по маленьким баночкам, вот этим, если честно, даже не могу сказать, почему так. Кстати, сама сейчас задумалась, почему я не брала эти 100 грамм. Ну, ладно. Мы сейчас... Мы, получается, раньше изначально разделяли цветную капусту, да, брали упаковку цветной капусты, упаковку брокколи мы брали, упаковку кабачка. Но это было в начале, когда малыш только привыкал, только входил вот, ну, как в этот прикорм, да. Потому что, если я дам ему смесь этой капусты, вдруг у него аллергия на брокколи. А я даже не узнаю об этом. Поэтому, когда вы только вводите прикорм, лучше давать каждый компонент по отдельности. Там, морковка, кабачок, цветная, брокколи, в общем, всё, что было раздельно. Когда малыш уже попробует эти продукты, и тогда вы можете, конечно, их смешивать. Сейчас в целях экономии и в целях, наверное, чтобы в одной баночке было разные витамины, да, я считаю, что лучше, конечно, взять это салатиком. Потому что, если я возьму банку брокколи, банку цветной капусты, банку кабачка, ещё там чего-то, да. А я, например, хочу приготовить ему какой-то вот супчик, да, мясной с овощами. И получается, если я добавлю банку этого, как он, кабачка, банку кабачка, банку мяса, это уже 160 грамм. И банку капусты, если добавлю, это уже будет много сильно. А зачем мне оставлять эти остатки, когда я могу просто смешать эти баночки и всё? Поэтому мне, конечно, ну как, удобнее покупать лучше уже готовый там вот салатик, чтобы в этой баночке уже был салатик. Вот это так мы и сделали. Мы взяли, там написано, мой первый салатик. Ну, он такой интересный, такой, знаете, привлекает внимание. Там брокколи, цветная капуста и кабачок. В одной баночке 80 грамм 3 овоща. В принципе, нормально. Я так считаю, что это нормально, как бы каждый витамин, ему и малышу попадёт этот витамин, да. Вот. Добавите там ещё чего-то своего и, в принципе, вообще будет всё замечательно. Вот. Поэтому я сейчас стараюсь, если есть какая-то такая возможность, да, то взять уже какой-то салатик, чтобы уже с салатом смешивать. Вот. Что хочу сказать по поводу соков фрутоняни. Я уже говорила, наверное, уже не один раз говорила на видео, что соки фрутоняни мне больше не понравились как-то. Да, они вкусные, малыш их тоже как-то вот пил поначалу, и мы их покупали. Ну, немного, но вот пока только водили при корм, и покупали, получается, соки фрутоняни. Так как мы решили быть на фирме фрутоняни. Вот. Она, баночка упакованная, как-то вот более как-то, знаете, она и красивая. Ну, хотя, знаете, красота, я столько сталкивалась, что, если, помню, кофе покупала, тоже красивая такая упаковка была кофе, и цена такая, как, ну, такая нормальная цена этого кофе. Я думаю, ну, всё, будет такое вкусное, а там прям пенка нарисована, такое, ну, красивое, молочное, думаю, ну, вообще огонь будет. Купила, на самом деле, мне кофе не понравилось, и потом ещё болела голова от него. Вот такое вот случилось. Поэтому, конечно, упаковка это всё маркетинговый ход, но всё-таки мы вот остановились каким-то вот, не знаю, каким-то вот образом остановились на фруктоняни. И, получается, как-то покупали, покупаем сейчас вот фруктоняни, как бы, я, в принципе, ничего такого плохого в ней не вижу. Пюре да пюре. Хотя говорят, что любое детское питание, оно проходит строгие сертификацию, проверки, в общем, вот. Вот, и что ещё хочу сказать, что вот соки фруктоняни мне не понравились тем, то, что у них состав, там, лимонная кислота и сахар. Чем меньше состав, тем продукт лучше, качественней. Вот, а потом мы попробовали агушу. Агуша, там, говорит, состав такой, что сахар натуральный у них, да, это, получается, вот из этих вот фруктов, ягодок, да, сахар натурального происхождения. Лимонной кислоты там нет, там, вот если вот есть, там, допустим, яблоко, да, вот всё, яблочный сок, возможно, в яблочное пюре будет сахар натурального происхождения, и всё на этом. Там нет лимонной кислоты, вот это большой плюс. И я заметила, что на агушу, вот, на фруктоняни такого нет, а вот на агушу и прописывают на каждом продукте, что, когда вы вводите прикорм, то нельзя заканчивать грудное вскармливание. Вот, например, там, в 5-6 месяцев, там, в 4 вы начали прикормы, да, то не стоит заканчивать грудное вскармливание, если у вас молоко есть, даже если его совсем мало, всё равно не нужно заканчивать. Так как грудное молоко считается самым важным для ребёнка, это самое важное, главное для него питание, даже если вы ввели хороший прикорм. Старайтесь всё равно, если есть возможность, конечно, вскармливать малыша грудным молоком, потому что это очень важно, это для иммунитета малыша очень важно. И, возможно, он будет потом как более стойкий к каким-то заболеваниям. Вот, а если он не получает грудное молоко, потому что в грудном молоке все микроэлементы, витамины, всё, что нужно малышу, всё содержится в этом грудном молоке. Даже никакая смесь не заменит грудное молоко. Грудное молоко всегда на первом месте. И, знаете, я очень, наверное, как разочарована в женщинах, которые родили ребёнка, да, и говорят, я не буду кормить его молоком, хотя у них молоко есть. И они говорят, я не буду кормить. Вот лежала я в роддоме, лежала со мной женщина, такая хорошая женщина, как бы, да, у неё аж семеро детей, взрослая. И она, получается, пошла, молоко начало прибавляться, как бы, и она пошла его сцеживать, сцеживать просто в раковину. И говорит, я не буду кормить молоком. Я говорю, а почему, почему вы не будете, как так-то, ну, молоко-то есть. А у неё прям, знаете, она вот, ну, потому что седьмой уже ребёнок, у неё уже вот это вот молочные железы как-то уже сформированы, что вот молоко. И у неё, получается, она нажимает, у неё прям струи, представляете, у неё просто струи текут. Вот у меня то, что первый ребёнок, да, я там, да, давишь, давишь на эту грудь, там, по капельке что-то вот вытекало, там, кое-как, по капельке, еле-еле. Вот, но я всё равно сцеживала, пыталась. Вот, и, получается, вот она сцеживает, у неё прям струи молока. Знаете, это так жалко, что вот молоко идёт просто в канализацию, просто идёт в канализацию. Я очень жалела, пока я лежала в больнице и сцеживала всё в раковину, потому что я знала, что у меня малыш дома, и он питается какой-то непонятной, химозной, можно сказать, смесью, которая непонятно из чего там приготовлена. Ну, конечно, всё равно же есть это вот сертификаты, да, на питание, конечно, всё строго. Но это не натуральное, это уже химия, это из чего там разрабатывают эту смесь. Я потом приехала домой и просто открыла эту банку, она рыбой пахнет, понимаете. Вот на гипоаллергенами кормили, потому что в роддоме дают эту смесь, и мы такую же купили. И, получается, она просто пахнет рыбой какой-то непонятной. Это вообще, я не знаю, из чего там её делают, но состав, конечно, очень большой. И хочу сказать, что вот эта вот женщина, которая в роддоме со мной лежала, она просто сцеживала просто своё молоко, сцеживала в раковину, говорит, я его кормить не буду. Я говорю, почему? Она мне говорит, потому что нужно соблюдать меню, да, диету, нужно соблюдать специальную диету. Вот так вот она ответила. И, знаете, у меня тогда сложилось в голове, а зачем ты тогда рожаешь ребёнка, если ты родила ребёнка, хочешь скармливать его непонятно чем, просто чтобы самой жить хорошо, питаться, жить в комфорте. Ты просто вот его родила, и как будто не для себя, а просто вот ты родила, потому что так надо. И ты не хочешь нарушать свою вот эту вот гармонию, свой комфорт ради малыша. Я считаю, что если вы родили малыша, вы ответственны перед ним, вы должны дать всё малышу, всё, что в ваших силах, всё, на что вы способны, возможно, всё вы должны дать своему малышу. Это забота, это любовь, это то же самое вот это кормление, потому что кормление, это тоже очень важно. Это идёт связь матери между ребёнком. Вот такая вот, знаете, связь у них там идёт. Я много читала про это, это очень интересно. И поэтому, не знаю, я не понимаю таких женщин, которые вот есть молоко, а они не хотят скармливать своего малыша своим молоком, потому что молоко это самая важная часть для малыша. Это его защита. Если он скармливается на молоке, он более сильный к каким-то вирусам. Ему не так легко заразиться вот этим вирусом каким-то, чем вот, который не кушает это молоко, да, которое на искусственном скармливании. Поэтому, если у вас есть молоко, и вы кормите молоком, вы просто самая хорошая, замечательная, самая лучшая, что ни на есть, мама. Вот это очень, конечно, хорошо. И я очень радуюсь, когда мамы любят своих детей, любят их и ухаживают, и всё для них делают, любят, стараются, любят. Вот это вот прям вот, знаете, потому что сразу видно, что если женщина родила ребёнка, и она его любит, то она рожала, ребёнок для неё это счастье. А вот когда женщина родила, и вот всё там, да, давайте там смесь, у меня молоко есть, а я вот хочу, не хочу на диете, хочу делать всё, что хочу, да, и кушать всё, что хочу. Знаете, я скажу так, по поводу диеты, вот сейчас, если меня смотрят будущие мамы, возможно, уже кто родил малыша, и вот, знаете, я когда приехала с роддома, и мне сказали, то-то, то-то нельзя, там, получается, овощи нельзя, потом, ну, это сырые овощи, на зажарку делать нельзя, и, в общем, ну, много чего нельзя, молоко пить нельзя, а то нельзя. И я когда приехала домой, я просто была расстроена, я приехала, тем более, лежала в больнице ещё, и потом, когда приехала домой, я просто была подавленная, я не понимала, что мне вообще можно, что я буду кушать вообще, как, тем более у меня, ну, конечно, слабость, есть-то хочется, я раньше привыкла, и всё есть, я всё ем, и сладкое, и жирное, и солёное, и копчёное, и, конечно, да, много что не запрещено, конечно, да, но я ем всё, я не ем это килограммами просто много, а, ну, понемножку, как бы, и мне, в принципе, этого достаточно, ну, насчёт сладкого, да, я промолчу насчёт сладкого, вот, и, получается, очень была расстроена, что мне можно кушать, что мне нельзя кушать, и, получается, муж мне там говорил, вот, как-то, он поддерживал, большое ему спасибо, он меня поддерживал в этом, поддерживал в первых начальных таких этапах материнства, как бы, да, как ухаживать за малышом, вот, он мне поддерживал, помогал, это большое ему спасибо, вот, прям, прям, вообще, он мне очень хорошо помог, и сейчас помогает, это очень хорошо и приятно, вот, и, получается, что мне есть, да, и я стала так, что я, я не знала, что мне готовить, у меня просто был стресс, я приехала домой, я обрадовалась, что я дома, что мой ребёнок рядом, что со всем этим делать, что делать с ребёнком, что делать с питанием, я не знала, как-то там готовил муж что-то какое-то, там уже не помню, но что-то вот готовил, потом пришла его как-то сестра, мне нужно было сходить в больницу на приём, мы поехали с мужем малыша, ну, можно было с собой взять, но мы не стали так, как поехали в больницу, чтобы вот лишний раз, никакой заразы не подцепить, ничего, мы пригласили сестру мужа, чтобы она посидела с малышом, и знаете, и когда мы приехали, она говорит, ты что не готовишь на меня, ты что, говорит, надо что-то есть, говорит, у тебя будет пустое молоко, и у меня, знаете, такой ступор, блин, я тут приехала из больницы, она мне тут начинает говорить про то, что мне надо что-то готовить, я тут ещё адаптироваться не могу после всего, я не знаю, что мне готовить вообще, она мне говорит, ты что не готовишь, готовь давай, и говорит, она готовила себе большую кастрюлю супа, и ешь ты, говорит этот суп, и знаете, ну, потом она уже ушла, и у меня сложилось в голове, думаю, блин, а почему бы и нет? Суп-то можно приготовить вполне, курицу можно, индейку можно, кролика можно, любые нежирные вот эти вот сорта мяса, их можно есть, их нужно есть, картофель, почему нет, картофель тоже, ну, тут тоже отварной картофель можно есть, морковь отварную тоже можно кушать, лук тоже, ну, лук, знаете, вот запах у него вот этот вот, лук и чеснок, говорят, что лучше, ну, не надо его, возможно, потом через какие-то месяца можно попробовать, вот, и получается, знаете, у меня так сложилось в голове, думаю, почему бы и нет? Мы пришли, получается, она приготовила гречневый суп с курицей, и в принципе нормально, без зажарки, просто вы отвариваете курицу, добавляете туда картошку, добавляете туда любую крупу, какая у вас есть, все, ну, морковку потом в конце положили, не обжарили, но просто морковку получился суп, нормально, каких-то приправ можно там, ну, чуть-чуть, мы ложили, мы ложили соль просто, немножечко соль, возможно, чуть-чуть можно какой-то ролл, каких-то приправ, вот, но, конечно, не злоупотреблять приправами, так как еще вот только бы там первый и второй месяц, да, лучше, конечно, не злоупотреблять никакими приправами, чесноком, луком, ничего такого, ни майонеза, ни какие-то вот такие добавки лучше не надо, вот, и получается, знаете, у меня так отложилось в голове, я думаю, почему бы и нет, это же обычный простой суп, а я, знаете, я же привыкла раньше, вот там мясо это отварила, там овощи, крупу, зажарку сделала, и как-то, ну, вот, все вот это вот, и я думаю, блин, а как же я сейчас приготовлю суп, и все элементарно, все просто, это, наверное, просто откаживается, отлаживается где-то в нашей голове, что какой-то страх, даже когда просто человек садится на диету, у него страх, блин, что я буду есть, что мне можно и что мне нельзя есть, там, и всегда, когда человек садится на диету, не знаю, как у кого, но мне кажется, у большинства людей начинается хотеть запретную, какой-то, какой-то запретный продукт, вот, нельзя пирожные есть, а он хочет очень пирожные есть, я проверяла это на себе, и, знаете, вот, я не на диете, да, я не хочу пирожные, как только я Я себе говорю, что я на диете, всё, я сладко есть не буду, я очень хочу пирожные, конфет, всего-всего-всего я очень хочу. Поэтому это как-то срабатывает в наш мозг. Не знаю, как это объяснить, но вот как-то вот это всё работает. Вот, и просто отваривайте обычный супчик. Также можно обычную рыбу белых сортов, тоже белую, красную, как-то не рекомендуют. Вот белый там минтай, навага, окунь, также, наверное, можно камбала, почему бы и нет. Можно это всё запекать в духовке. Если чуть-чуть немножечко масла добавить, немного, всё это запечь в духовке. Также можно с картофелем это сделать, можно приготовить рыбу на пару, овощи на пару. Всё, как бы, ну, в принципе, это можно есть. Утром, утром у меня было такое питание, я кушала кашу молочную постоянно. Изначально я начала кушать молочную кашу, когда начались проблемы со стулом, какие-то там кое-какие-то высыпания у малыша, и вот сказали, молоко нельзя. Поэтому я просто готовила кашу на воде. Это у меня была овсяная каша на воде, просто она самая идеальная, самая такая нейтральная. Её можно и на молоке приготовить. И на воде кашу овсяную, она, в принципе, так и так, нормально. Можно добавить какие-то фрукты. Я добавляла зелёные яблоки, но зелёные яблоки я немножко томила в микроволновке, в микроволновке, чтобы они стали такие мягенькие. И я потом вот сверху на кашу овсяную вот так вот всё это разлаживаю и кушала. Вот, сахарку туда немножко, конечно, чуть-чуть соли. И вот на воде. Овсяная каша на воде получается идеально. Но я приготовила манную, манную кашу на воде. Она, знаете, получилась такая прозрачная. Я первый раз приготовила манную кашу на воде, и первый раз я увидела, что она прозрачная. Обычно, когда мы её готовим, она беленькая, такая красивая, это она прозрачная. Да, интересно, конечно, было. Но, в принципе, тоже кушать можно. Рисовую кашу также можно на воде делать. Гречневую. Но гречневую, конечно, я больше люблю с молоком. мне она с молоком больше нравится пшеную варила кашу тоже на воде в принципе как нормально вот утром вот каша была в обед у меня был суп на второе было например картофель с курицей или с индейкой кстати вот после родов я узнала про индейку как бы я раньше знала но мы ее как-то особо не покупали почему-то привыкли к курице и все а тут получается муж купил индейку говорит тебе надо давай готовить и вот и она такая вкусная знаете первый раз я попробовала очень вкусная она кажется даже по вкусу немного жирнее чем курица у нее кости трубчатые что меня очень удивило думаю нифига себе это же птица почему не трубчатые кости ну в общем очень интересно и мне показалось что как бы индейка даже вкусней жирнее чем курица хотя курица считается жирней вот вот такой вот у меня было там на вторую или рыбу можно было подтушить как бы вот вечером также суп печенье можно галеты кушать можно знаете бельбелива или как-то вот из печенья такое я найду фотографию и поставлю ее сюда вам покажу какое печенье я еще кушала когда кормила грудью потом когда я уже вот посчитайте почти месяц лежала в больнице тут я приехал тут немного малышу малышу исполнился месяц и вот второй месяц вот я питалась и потом где-то под конец второго месяца в 3 и в три месяца вот так вот я уже начала пробовать конфеты там в день съем одну шкаладную конфету хотя начинала я с молочных конфет там школьные какие у меня были еще и риски по моему такие вот мои с молочных конфетки начинала потом вот съем одну конфету посмотрю вафельки тоже кушала посмотрю на реакцию малыша нет ли каких-то высыпаний нет я могу потом еще там две конфетки съесть но сладкое желательно есть на сытый желудок если у вас вы голодная и вы съедите сладкое то лучше не стоит потому что малыша может что-то высыпать поэтому лучше вы покушали там суп кашу какой-то и потом чай попили со сладким с чем-то пирожные также пробовала уже кушать и вот как-то потихонечку водила конечно проблемы были с молоком потому что с коровьим молоком так как я люблю очень коровье молоко люблю молочную продукцию вот и получается я пила чай с молоком да там обычное молоко там с булочкой могу пить хотя с булочкой не пила потому что там дрожжи выпечку тоже без дрожжевую нужно желательно чтобы от газиков малыша вот не пучила его без дрожжевую выпечку потом бобы бобы тоже я не ела капусту я не ела чтоб на всякий случай чуткого малыша не было вот капусту бобы пищи дрожжи вот вот это вот самые такие главные наверное для меня которые были что вот я исключила в принципе питалась то же самое что и раньше и я не понимаю эту женщину почему она вот так вот сказала возможно здесь еще присутствует алкоголь и кудева то что что люди курят эта женщина курила до находила и получается тоже не понимаю конечно если вы рожаете ребенка зачем вы убить его здоровье да вот этим куревом вы откажитесь пока на какое-то время ходите вы всю свою беременность без вот этих вот всяких плохих привычек родить ребенка прокормить его молоком и делайте что хотите это самое главное чтобы малыш был здоров счастлив сейчас хочу продолжить все-таки про пюрешки то что во фрукта няне есть овощные пюрешки фруктовые пюрешки есть соки есть каши причем у них до каши мы не пробовали новую кашу у них есть это конечно большой плюс принципе все у них самое необходимо у них есть мы пользуемся покупаем только овощные фруктовые пюрешки но раньше купали соки все дальше берем огушу огуша мне нравится тем то что нехороший сок малыш он малыш он нравится у них там разное разнообразие вот этих вкусов вкусный сок да и по составу тоже более такой хороший поэтому мы берем с огуши еще в соки с огуши только соки берем и берем пюре которое в мягких упаковках тоже принципе неплохие возьмем бабушкина лукошка бабушкина лукошка тоже такой такой интересная фирма в ней получается более такое разнообразное меню можно сказать да у них есть пюрешки для перекусов тыква тыква яблоко кабачок яблоко в принципе вот такие баночки хорошо для перекуса также у них есть рыба это тоже немаловажно потому что во фрукта няни рыбы нет бабушкина лукошки есть рыба рыбная вот эта продукция до баночки тоже очень хорошо потом у них есть чай кстати по поводу чая читала что вроде как нельзя малышам давать чай но вот у них есть чай я не знаю насколько это полезно насколько вредно я думаю это наверное не вредно единственное что он у них в пакетиках можно просто наверное разрезать пакетик заваривать где-то в какой-то кружечке потом процеживать и давать мужу только если так что у них еще есть у них есть творог и чернослив тоже очень хороший такая такое сочетание есть у них много разных потому что я много я в основном их там не брала я брала такие которые самые мне больше понравились те я и брала у них много прям хорош такой тоже ассортимент много разного у них есть это же и мясо есть и овощи вот но получается из фруктоняни мы берем только овощные и фруктовые пюрешки печенье печенье кстати фруктоняни тоже хорошие сейчас расскажу о печенье еще потом у них так у них все мы больше ничего не берем потом агуша у агуши берем соки пюрешки в мягких упаковках пауччи потом в агуши попробовали творожки в принципе неплохие очень хороший состав разный где вот фруктовый там такой большой а где классический в принципе нормальный там состав там только вот молоко нормализованное и закваска в принципе хороший у агуш есть еще молочные кашки в упаковочках тоже взяли попробовать ну вот не знаю но в принципе вот агуша хранится в холодильнике фруктоняня хранится просто на полочках и вот знаете мне все таки кажется наверное агуша она будет по качественнее наверное чем фруктоняня потому что если она хранится в холодильнике значит там какие-то бактерии которые нужны для малыша для малыша да и то что они должны храниться при определенной температуре а те которые продукты хранятся просто на полочках значит там уже такого нет там нет никаких живых наверное потому что вот они хранятся так хотя могу ошибаться если ошибаюсь напишите в комментариях вот и бабушкина лукошка получается с бабушкиного лукошка берем рыбную продукцию берем творог чернослив и берем яблоко кабачок яблоко тыква вот тоже такое вот по поводу печенья хочу сказать мы взяли печенье фруктоняня и печенье когда я вырасту разница в этом печенье у них разная цена да потому что когда вырасту он там 40 50 рублей стоит фруктоняня стоит около 100 рублей там 100 120 вот эта большая пачка маленькая там тоже 40 стоит разница знаете какая фруктоняня печенье она хрупкая оно хрустящее такое воздушное можно сказать и она легко намокает если вы в молоко положите эту печеньку как бы да она быстро размокнет раскиснет и все и получается в кашку если вы возьмете когда и вырасту печенье размочите его она будет во-первых дольше мочиться вот размачиваться она будет прилипать к малышу вот в ротике да получается он начнет ну допустим если дать малышу печеньку фруктоняня намочить так он ее сразу съест и все также он может своими слюнками вот взять ему сухую печеньку дать фруктоняню он ее там что-то погрызет там как-то да слюнками все это размочится и он ее съест хотя может откусить и большой кусочек что может и подавиться поэтому будьте аккуратны очень важно чтобы малыш не подавился лучше ее намочить печеньку но это вот когда вы только начинаете давать ему такие кусочки лучше печеньку намочить дать ему и он ее быстро там съест проводит как бы и она ничего нигде не застрянет печенье когда я вырасту она есть такое у него свойство прилипать она может прилипнуть это к небу к зубам там вот такое вот поэтому не очень комфортно давать такое печенье малышу маленькому хотя там написано 6 месяцев плюс но знаете фруктоняню печенье можно давать и малышу тогда там намочить и дать ему можно смешать с кашей можно там с пюрешками все вот это сделать а намокает хорошо превращается в пюре в каши в кашицу прям такую однородную а печенье когда я вырасту его наверное больше стоит только наверное добавлять в кашу или прям хорошо размачивать и только вот в кашице в таком виде давать малышу ну вот это мое личное мнение потому что я вот таким вот столкнулась то и то печенье и вот сделала вывод что лучше все таки наверное фруктоняню больше покупать она более такая вот легко растворяется легко намокает для малыша больше вот это когда я вырасту вот только вот если в кашку добавлять куда-то или просто делать пюре вот это вот из печеньки вот давайте приступим к обзору а то я уже вам столько всего наговорила давайте к обзору посмотрим все такой-то большой такой закупку такую большую на целый месяц но я думаю на месяц может чуть больше даже хватит вот давайте смотреть вот такой заказ у нас получился и это только начало маленькая часть нашего заказа вот получился он такой большой объемный старалась все виды которые мы кушаем заказать по упаковке каждый начну с фруктовых фруктовые получается 1 вот эта упаковка 12 баночек фруктовые и овощные в детском мире идут по 12 баночек упаковка это яблоко банан вот такой здесь в основном будет все то что я заказывала и ранее но будут и новинки но в основном все то же самое вот фруктовые пюре почему так много фруктовых пюре это очень хороший перекус очень хороший перекус также здесь витамины разнообразие что яблоки тут персики манго разные это очень хорошо то что разнообразие фруктов так как магазине всем невозможно так купить да а если даже и можно то все таки страшно наверное за качество товара потому что привозят нам непонятно откуда это все как она вообще растет да там удобряют не удобряют поэтому все таки наверное я больше склоняюсь к баночкам чем чем к покупным уже фруктам но хотя мы фрукты малышу даем и бананы и яблоки даем хорму недавно давали ему понравилось вот но все равно знаете как бы немножко опасаюсь но вот баночки никогда мне кажется не подведут ну хотя вот мое мнение не знаю и педиатры советуют что конечно лучше если нет качественного продукта то лучше купить баночку так как-то безопасно что ли вот детское пюре фруктовое получается очень хороший перекус там вот между завтраком и обедом или обедом и ужина можно давать вот баночку пюре здесь 100 грамм также я смешиваю например завтра готовлю я ему кашку на молоке также могу добавить в кашку вот это пюре или делаю кашку ему готовлю да соединяю там компоненты и потом дополнительно просто даю вот пюрешку любую фруктовую так потом еще получается на перекус можно дать одну 2 5 2 3 печеньки одну мало 2 3 печеньки получается разбавить грудным молоком и добавить туда же вот такое фруктовое пюре любое можно фруктовое пюре но я делаю получается не сразу всю банку в печеньки заливаю а где-то больше половины половину чуть чуть больше все это смешиваю даю малышу если он съел то уже потом докармливаю остатком пюре вот так что очень даже удобно и ну как бы она у нас уходит дальше у нас вот такая упаковка яблоко манго ну такой вкусненький приятный такой у него аромат манго кстати вот не всем нравится вот этот вот аромат как бы вкус но нам понравился взяла еще одну упаковку чернослива в предыдущем видео у меня уже была упаковка чернослива взяла еще одну упаковку так как там хорошая акция была я брала прошлую за 540 по моему а вот эту я взяла за 400 рублей ну как бы выгодно поэтому взяла лучше запастись заранее сроки годности здесь хорошие как бы я думаю что до этого времени мы конечно уже съедим до 30 до 30 июня 06 это же июнь до 30 июня 24 года в принципе нормально сроки нормальные так овощные пюрешки здесь получается кабачок овощные идут 80 грамм кабачок также знаете овощные пюрешки вот например кабачок да видите он жидкий его хорошо смешивать с рыбными пюре так как рыбное пюре оно очень густое также очень хорошо смешивать кабачок с мясными пюре также можно добавлять если вы готовите к супчик да там картошечку отварили добавили туда кабачок и мясное пюре тоже очень хорошо и кабачок как бы он знаете такой ко всему подходит что и с рыбой можно что и с мясо можно ну такой вот универсальный и ходовой можно сказать вот но также вот просто как самостоятельный прикорм дальше что у нас упаковка тыквы так тыква такая сладенькая вкусненькая я добавляла в кашу завтрак в утрешнюю кашку ну и получилось очень хорошо вкусненько так все сочеталось также можно как самостоятельную вот прикорм баночку так просто кушать вот ну можно смешивать ее с разным там можно экспериментировать вот пока не экспериментировала пока только добавляла ее в кашку и все пока только в кашку будем экспериментировать и выкладывать видюшки дальше у нас тут упаковка салатика салатик получается мой первый салатик я уже такой покупала да здесь получается цветная капуста брокколи и кабачок чем он удобный удобный тем то что в одной баночке уже смесь идет такой капусты такой кабачка но вот сейчас покупаю пюре с девяти месяцев там добавляется лук вот и я стала готовить своему малышу тоже с луком немножечко репчатого лука картошку морковку ну конечно желательно чтобы это все было домашнее я как-то больше все-таки за домашнее отвариваете перетираете добавляете банку капусты вот этого вот салатика и баночку мяса и вот получится у вас хороший такой обед я продолжаю свой заказ вот такой вот это все продолжение это все один заказ потому что у меня большой здесь у нас идет упаковка салатика салатик у нас овощной овощной салатик с кукурузой морковкой и цветной капустой такой вот мы уже брали салатик вкусненький кстати очень вкусно пахнет кукурузой да конечно и запах капусты но и кукуруза тоже очень такой приятный вкусный вот взяли упаковку так овощные овощные у нас закончились так из фруктовых у нас осталось еще так яблоко персик но заказ я оформляла получается упаковку тоже хотела взять но так как я приехала в магазин собирала заказ сама и посмотрела в общем было там только 6 баночек спросила у сотрудников мне сказали что это все поэтому пришлось взять всего 6 баночек и в заказе еще был фруктовый салатик но тоже упаковка должна была быть но его тоже не было к сожалению очень так немножко расстроилась что не было его вот но ничего потом следующий раз тогда уже докупим вот 6 баночек яблока персик и из фруктовых таких это вот еще было бабушкина лукошка акции на него не было он был без акции сколько стоила баночка 70 76 или 73 рубля точно уже не помню 430 рублей вот эта вот упаковка это чернослив и творог малышу он понравился поэтому мы взяли еще я не дождалась акции потому что у нас те прошлые баночки уже закончились вот и пришлось взять очень хороший кстати вкусный прям вот хороший хорошая пюрешка так с фруктовыми все закончили сейчас у нас мясные пюрешки мясные взяла всех по одной упаковке все виды тоже фруктовыми они получается здесь идет мясные идут по 6 баночек в одной упаковке телятину взяла кстати на них очень была хорошая акция сейчас прям вот прям вообще прям хорошие там акции были и поэтому я так закупилась с запасом телятина 6 баночек так дальше индейка кстати я сейчас разделила получается днем на обед малыш кушает красное мясо телятина говядина говядина язык говядина печень говядина печень кстати из бабушки нового лукошка во фруктовыми его такого нет печенью вот и на вечер на ужин он кушает у меня кашу с мясом по мясо берут индейку цыпленок кролик чтобы как-то полегче было поэтому беру белое мясо и добавляю немножко сливочного масла так дальше мяско у нас цыпленок кстати цыпленок мы уже покупали в предыдущем заказе был но ничего страшного лишним не будет пускай лучше будет она говорила потом говядина язык вкусненький такой пирожечка вкусная так здесь у нас что здесь нас говядина и упаковка чего тут и кролик вот еще знаете мне так удивительно почему-то я вот сравнивала фрукта няня агуша и бабушкина лукошка но во фрукта няне вот она одна единственная здесь почему-то вот она налита вот так с воздухом прям так пористо так прикольно она лита не знаю почему вот и по консистенции она такой знаете она перемолотое все в пюре и крупиночки там как бы с крупинками пюре если брать бабушкина лукошка или или агушу вот по агушу я знаю точно потому что агушу мы брали агуша прям пюре-пюре без крупинок без вот этих вот всех воздушин как бы вот не знаю почему так и вот бабушкина лукошка я воздушины вот эти тоже не увидела почему-то в мясных пюрешек но к сожалению мы еще пока не брали не пробовали бабушкина лукошка мясные пюрешки что могу сравнить это вот агуша и фрукта няня мясные пюре почему-то вот они вот так вот отличаются и почему они так отличаются может где-то более натуральное а где-то менее натуральное и вот может если вы знаете то напишите пожалуйста почему вот так фрукта няня вот вот с такими вот с пузырями как агуша просто вот обычно пюре как обычно ну вот так вот наложено и бабушкина лукошка тоже вот вплотную без всяких пузырей имеет это какое-то значение или нет если вы знаете напишите пожалуйста взяла три баночки супчика это овощной суп с цыпленком здесь вот такой вот мы предыдущем заказе брали один на пробу кстати новинка написано мы брали на пробу малышу понравилось поэтому взяли еще три баночки одну мы уже скушали вот взяли вот три баночки хотя я знаете я решила чтобы больше наверно не буду брать вот такие супчики ну может и возьму но больше все таки наверное лучше наверно самой приготовить такой супчик почему бы нет если есть овощи домашние да хотя вот у меня их нет это надо ехать к маме взяли печенье печенье получается мультизлаково это маленькие упаковки потому что на больших не было я не стала их брать мы закупились другим печеньем поэтому ну вот я вам показывала в предыдущем видео какое у нас печенье и поэтому вот мультизлаковое мы взяли и земляника земляника кстати очень хорошо добавлять в кашу земляника придает вот этот вот вкусный такой аромат мы добавляли одну-две печеньки земляникой и клали туда еще так добавляли тыкву добавляли баночку тыквы все это смешивали сливочное масло маленький кусочек и знаете очень так вкусно получается приятный такой вот и вот мне кажется что все таки земляника дает вот этот вот вкус потому что тыква она более такая пресная да и у него ну как такой аромат да как бы а вот земляника наоборот вот немножечко вот этот аромат земляники делает и кашу повкусней средство для мытья посуды детский у нас такое уже есть такой уже не первый раз покупаем у нас тоже есть получается у нас где-то пол бутылочки но взяла чтоб уже был чтоб потом уже не думать об этом что он нам продолжение заказа и на этом уже будет все заказ будет завершен вот это вот это вот что было еще в дополнении а вот этот вот сок он стоил 27 рублей ну и поэтому я решила взять 10 штучек такой мы брали вот недавно и я взяла еще потому что он вкусный поэтому пускай лучше будет а знаете этот сок очень хорошо и детям и вот не то что вот маленьким да там кстати вот написано с 8 месяцев и вот то что там с 8 месяцев можно и взрослым и детям там два-три-пять лет так вот к завтра к обеду например да вот даете обед там ну или в школу можно почему бы и нет очень удобно вкусный вот этот весь товар он такой знаете интересный он хранится в холодильнике это у нас творожки творожки и кашки молочные давайте расскажу про творожки вот таких я взяла три штучки мы берем их первый раз взяла на пробу взяла таких 3 это мультифрукт смотрите хранится он недолго его как молоко наверное привозят магазины так вот эти творожки привозят хранится в холодильнике срок небольшой это скоропортищий продукт мы попробовали вот мультифрукт сегодня пробовали и вот этих брала три штучки так черники взяла две а классические досталось всего два потому что я так смотрю их очень сильно разбирают творожки вот эти вот они есть вот таких вот маленьких а есть еще побольше коробочки вот вкусы у них тоже разные я взяла вот всего два вкуса и вот обычный классический так как мы не пробовали его поэтому я взяла без вкуса без вкуса чтобы просто попробовать ну и также если этот понравится взяла вот еще на на пробу с добавками получается смотрите тут состав так где тут состав состав молоко нормализованное и закваска в принципе ничего лишнего вот нормальный творожок кстати вот этот попробовали тоже он такой кисленький похож на сметану вот больше папе как-то не очень понравилось но мне прям очень понравился вкусный малышу понравился это самое главное так а здесь состав то что он идет добавками здесь конечно он уже побольше и тут нужно задуматься стоит брать такой или нет смотрите здесь идет творог вот как как и в предыдущем да здесь творог а дальше сахар здесь добавка уже идет сахара вода соки концы концентрированы черничные с черной моркови кстати черную морковь ни разу не слышала про такую вот и из красной свеклы крахмал кукурузу ну и начнем с этой кашки агуши укрепляйка ягоды витамины кашка молочная злаковая с черникой малиной и яблоком витамины d3 ну вот ну не знаю попробуем такой мы никогда не брали да и вообще мы кашки эти не брали кроме вот этой желтой но желтая это овсяная вкусная была кашка такая молочная так дальше кашка молочно-пшеничная засыпайка в принципе на ночь вот так да кашка молочная так хочу тут пишут еще молоко злаки классический вкус так дальше кашка молочная овсяная с малины которую я вам вот говорила вставайка такой цыпленок здесь пищевые волокна при биотике так ну и тоже вот у них получается что они получаются все 6 месяцев и так они все 6 месяцев я так понимаю так вот такая голубинка это у нас укрепляйка каша молочно-рисовая с клубникой земляникой и яблоко тоже витамин d3 так макашка молочно-злаковая это засыпайка молоко плюс лаки так дальше это у нас какая кашка молочно-гречневой содержит при биотик тоже засыпайка на ночь можно давать кстати он видите вот новинка вот эта новинка тоже кашка пшеничная так вот это что у нас это у нас тоже засыпайка тоже на ночь кстати наверное синенькие все засыпайки хочу то по моему да так так кашка молочно-рисовая с яблоком и грушей содержит при биотик и вот такая вот кашка молочно опять пятизлаковая с персиком думаю будет вкусненькая с персиком вот ну не знаю по поводу цен на данный заказ у меня чеки к сожалению сохранились не все я чуть половину выбросила у меня как-то это машинально получилось вот ну и остальные я уже тоже выбросила вот и получается по ценам весь заказ кроме так кроме 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 творожков кроме творожков и вот этой каши получается все упаковки фруктовых овощных печенье печенье кстати земляничное не не входит оно было у меня отдельно купленное получается сок это все у меня обошлось в 6 700 вообще изначально заказ был на 7 на 7 700 у меня были бонусы 140 бонусов я добавил эти бонусы у меня списали получается и я должна была 7 600 за этот заказ но так как у меня не было в заказе он как не было в наличии на фруктового салатика упаковки не было упаковки яблоко персик там было всего 6 баночек не было книжки я хотела книжку очень прям сильно хотела там книжка такая была с какой-то игрушкой на такая интересная там котенок ну вот я очень конечно хотела эту книжку мне писали на сайте что это последний экземпляр и когда я приехала за заказом не сказали что уже нету в общем я зашла на сайт действительно не было и не было печенья с земляникой поэтому мне пришлось отдельно его покупать не было печенье земляника но когда я приехала в магазин оно там было на на витрине стояло это печенье земляника также мне сайт говорилось что у них нет вот этих каш на самом деле там полный холодильник был вот этих каш я не знаю возможно как-то сайт там затупил там что-то случилось с сайтом возможно товара не было на тот момент когда я смотрела а потом когда я пришла его уже привезли такое тоже возможно вот ну мне кажется что больше всего наверное во флагмане и должны быть вот всегда и творожки и кашки ну я так думаю что всегда они там есть в ледяном вот оказывается творожки быстро раскупают потому что магазин небольшой и вот мне кажется что наверное вот как то так а во флагмане да я думаю что должны быть всегда и творожки и кашки вот по поводу книжек по поводу одежды это такие товары что например вы их заказали да и действительно могли их разобрать как бы вот всякое случается там да потому что сейчас заказ то кто заказ собирали очень быстро там ты утром заказал вечером ты мог уже его забрать сейчас получается заказ ты сделал и только забрать ты можешь его через дня два ну вы есть вариант того что приехать и самому собрать да конечно там головняк небольшой то что нужно ходить все это искать но я уже привыкла муж привык потому что он часто ездит я заказывал муж ездит забирает потому что не всегда у меня получается вот очень большое спасибо ему что он ездит забирает все вот и получается ну и вот и получается когда я зашла на сайт уже сегодня покупка мне была вчера и зашла сегодня сегодня получается на сайт уже книжка в наличии оказывается есть возможно ее достали где-то со склада до привезли возможно может быть вчера с сайтом было да что он заглючил не показал ну вот и в общем такие вот дела и фруктовые пюрешки вот эти вот фруктовый салатик тоже показывают что он есть но вот как то вот так получилось но ничего страшного да купим в следующий раз ну я конечно очень сильно огорчилась из-за книжки потому что очень хотела книжку малышу купить кстати книжку сейчас я вам еще книжку покажу я же заказывала вообще три одна из них была тканевая две картонной тканевой к сожалению уже не было на то время когда я вот заказ уже оформляла ее не было и получается ну я смогла купить только одну книжку сейчас я вам донесу и покажу вам то есть что-то у меня вылетело из головы я забыла про нее сейчас что-то разговорилась и вспомнила что книжку то я вам не показала книжка да действительно интересная с песенками на ночь вот такая вот интересная книжка она красочная небольшого размера возраст написан 0 плюс как раз для малышей она картонная красивая красочная очень интересные красивые рисунки вот такие вот стишки здесь вот она разлаживается как гармошка малыш уже успел ее почитать она ему очень нравится ну читает он ее довольно таки неплохо по ней даже видно но рисунки правда очень красивые качественные не то что во многих бывает просто там такие некрасивые а это прям очень красивые красочные также можно с малышом учить вот эти вот животных да которые нарисованы ну интересно цвета также и в детском мире очень много вот таких подобных книжек вот как малыш почитал тут уже все видно вот и хочу добавить наш предыдущий заказ он очень маленький состоит он из соков два вида яблоко манго банан с мякотью очень такой приятный вкусный густой сок их было 10 упаковок и яблоко шиповник их мы взяли пять штучек пять упаковочек маленьких вот таких вот пять коробочек взяли пять баночек кабачка так как у нас начал заканчиваться мы взяли пять баночек и взяли подгузники еще вот такие вот подгузники здесь случилось у меня немножко такая ошибка я хотела заказать трусы в общем я опять наступила на те же самые грабли как-то получилось знаете так быстро все я была уверена что это трусы получается мы покупали пробники я вот показывала вам такие хорошенькие все там нам очень понравились качестве трусы дизайн у них был кролик с морковкой такие оранжевые так вот размер у нас элька это четверка получается четвертый размер раньше был тройка потом с 9 до 14 килограмм 70 штук я обрадовалась выгодная цена там тут что-то 1000 до 1100 он стоил по акции 70 штук думаю нифига как много мы на амахагисы взяли за 1300 вот поэтому я очень обрадовалась думаю нифига трусы так стоят потом принесли домой я открываю упаковку и смотрю думаю нифига себе интересный дизайн думаю пчелки думу пчелки так интересно а были же морковка с кроликом почему пчелки думаю как-то странно меня это так немножко что-то двоечка нарисована меня так насторожило это думаю что-то как-то вот я их потом вот так разложила вот так а мы как раз собирались собирались к педиатру я их вот так разложила ну что-то как-то знаете пчелки интересно потом покупали малыша муж получается я вытираю малыша муж дает подгузник и открывает он хотел ну как бы вот как раскрыть подгузник да и одеть на льва а тут получается он берет вот так вот и говорит и говорит мать ты что говорит выписала опять говорит подгузники они трусы и потом только до меня доходит что это были не трусы а просто подгузники в общем вот такая вот ситуация я опять я опять второй раз выписала подгузники они трусы и тоже в большом объеме, 70 штук. Мы предыдущие ждали, скорее бы они закончились, потому что малышу одеть подгузник очень проблемно, с трусами намного проще. Он, везде ему надо бежать, там, ползать, что-то изучать, и получается, одежду-то проблемно одеть, а здесь вот эти вот липучки. В общем, я ошиблась. Опять на вторые грабли наступила на те же самые. Вот, ну, в общем, вот такая вот ситуация. Но, хочу сказать про подгузник, про этот. Подгузник хороший, качественный. Вот такая вот здесь вот получается внутри. Ну да, он на липучках. Большая, конечно, большой минус. Вот. Это большой минус для нас. Хотя, мои знакомые, некоторые пользуются подгузниками, им очень нравится. Я не знаю, как они одевают на своих малышей их, но вот, в общем, такая вот ситуация. Их 70 штук. Будем носить. Я несколько дней не могла подойти к этой упаковке, потому что у меня сразу, у меня, не знаю, у меня стресс такой был. Думаю, ну, как же так-то, ну, как? Ну, в общем, вот так бывает. В общем, вот, будем носить пчелок. Хотели кроликов с морковкой, будут пчелки. Вот такие. Ну, подгузники, правда, хорошие. Так, и вот с обратной стороны, ой, сейчас, вот так вот тут, с обратной стороны, вот тут вот описание идет. Вот тут написано все про подгузник, все, что с ним тут, какой он эластичный пояс у него. В общем, все плюсы этого подгузника. Вот. Ну, не знаю, запаха я не учуяла запаха от этого подгузника, но не знаю, пока несколько штук использовали, посмотрим, как будет дальше. Если вы досмотрели видео до конца, ставьте класс, запишите комментарии, всем буду очень рада. Всем хорошего настроения, прекрасного дня, конечно, чтобы у вас малыши были сыты. Всего самого вам наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok